Как-то так получилось, что мои подписчики, подписчицы, стали просить у меня показывать рецепты, которые я готовлю для своего диабетчика. У меня муж диабетчик, ну и естественно, каждая хозяйка, каждая жена старается приготовить так, чтобы было это блюдо полезно. Вот ей говорят, вы же все равно готовите, все равно же вы делаете все правильно, чтобы своему мужу не навредить, тем более муж у меня самый любимый, самый лучший. Говорит, ты показывайте, пожалуйста, ну ладно, буду показывать, я уже даже решила открыть отдельный плейлист и буду писать, что еда для диабетика. Ну и самое естественное, мне это тоже все вкусно, мне худеть надо тем более, я худею всю жизнь. Худеть, 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 а вот он и не там. Ладно, сегодня мы с вами приготовим капустную запеканку с творогом. Кто-нибудь когда-нибудь это делал? Нет? Ну, если нет, то посмотрите, посмотрите, как это делается. А, значит, какие ингредиенты? Капусты полкило, зубчик чеснока, можно 2-3, кому как по вкусу. 200 мл молока, 200 г творога, 2 яйца, головка репчатого лука и соль по вкусу. Значит, капусту и лук мы тушим на сковороде до полной готовности. Молоко, чеснок, яйца и творог мы смешиваем в одну общую кучу. По-русски буду говорить. Ну все, поехали. Для тушения капусты и лука я добавила 1 столовую ложку растительного масла. Ну, если уж будет пригорать, то добавьте немножко воды еще. Растительного масла можно даже вообще не класть, если капуста у вас сочная, у меня немножко суховатая. Ну и будем тушить почти до готовности. Капусту мы приготовили, вот, посолили, поперчили ее. Сейчас смешиваем яйца. Разбиваем их вилочкой. Хорошо. Чеснок давим. И творог сюда. Пачка творога 200 грамм. Вот, вмешали творог и разбавляем 200 миллилитров молока. Тоже хорошо размешиваем. Вот такая смесь у нас получилась. Заливка для капусты. Взяла вот такую форму, кругленькую. Застелила бумагой. Я сейчас любую форму застилаю бумагой. Проще. Так, выкладываем капусту. И заливаем смесью. Протрясем, чтобы до дна достало. Немножко еще даже наколим. Чтоб все туда вниз ушло. Все. И запекаем в духовке. При 180-200 градусах. Где-то примерно полчаса. Смотрите, до румяной корочки. Должна появиться румяная золотистая корочка. Вот, с пылу, с жару наша запеканочка. Вот такой вид она имеет. Запах обалденный. Удивительно, но очень-очень вкусно пахнет. Как будто бы я какое-то мясо по-французски готовлю. Очень вкусно. Сейчас остынет. Мы ее разрежем и вам покажем. Посмотрите, какой пирог у нас получился. Вынула я его из формы. Он немножко остыл. Вот такое чудо чудесное. Мне этот пирог, конечно, очень знаком. Но кто не знает, не предполагает, я рассказала, как просили. За бумагу. Бумагу постелила, чтобы влажность немножко от формы уходила. Вот такой пирог. Есть можно со сметаной. Или можно с кетчупом, кто как умеет. Но уместно, очень уместно со сметанкой. Вкуснятина. Очень-очень вкусный. Вот я положила сметанку сверху. Для примера. Можно с кабачковой икрой, как мы любим с мужем. Плюсом. И вот такое чудо чудесное у нас получилось. Спасибо, что были со мной. Что меня послушали. Кушайте на здоровье. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.